всем привет сегодня я покажу вот такую штучку я ее купила буквально недавно просто это случайная покупка вот реально я вроде хотела такую же штучку а тут просто случайно ее в днс и увидела и купила очень она мне понравилась как бы да я себе планировала супчики на одну порцию но результат практически мои ожидания превзошел очень это быстро все получилось супчик сварился мне где-то минут за 15 и считаю это все на пару сварила потом все блендернула все очень мне понравилось и стоимость у нее и 960 рублей именно я покупала но тут посмотрели люди по другим городам но чуть подороже но покупала в днс и может вы найдете где-то технопоин днс я не знаю еще какие есть магазины ваших городах но думаю что там есть это риса насколько идет я поняла мульти кухня 5 в 1 стерилизация блендер подогрев детского пистани размораживания пароварка ну конечно такая как игрушечная вещь но у кого вот маленькие ляльки или вдруг кто-то сам сидит на каком-то таком диет питание сбалансированном таком не жирным быстрым скажем на супчиках пюре здесь омлет я уже делала паровой то это очень удобно это делается быстро место занимает мало даже у меня это все заставлено это я нашла и место сейчас я сварю супчик из брокколи фасольки и кукурузы заморожены это все замороженная картошка естественно свеженькая вот идет три таких чаши здесь идет два режима пара два режима измельчения сюда у нас наливается водичка вот в этот резервуар чик вот здесь открывается наливается максимальный объем водички миллилитров 300 где-то сюда входит здесь есть еще такой контейнер отсек для хранения не знаю какая-то крышечка лежит я не нашла и применение ну наверно куда-то вот сюда закрывать здесь две вот таких крышечки тоже их вот так вот шли не в комплекте эта крышечка когда варится вот так прикрывать я вчера так закрывал но это чтоб защелка и работать на измельчение сейчас сварим супчик картошечки много не буду делать картофеля буквально как бы для густоты чтобы если у нас по принципу здорового питания картошка много нам там надо да так брокколи у меня замороженная давайте сколько у нас в эту чашу войдет сколько сейчас не войдет нее мы туда где картофанчик сложим брокколи так вот почему делаю по этажам чтобы легче сварилась так тоже ставим сюда здесь у специальные такие как бы отсеки есть куда можно поставить вот так вот стала и верхний этаж у нас здесь будет фасолька вот так вот фасолька и кукурузу надо куда-то нам впихнуть хочу я все с кукурузкой вот сюда и она у нас мягонько небольшая и мы сюда положим вот эту кукурузку нужно ее сюда так вот у нас получилось брокколи сделала я все как бы на глаз ну получается полные корзины сделала чтобы все это было заполнено нижняя конечно не полная мне корзинка поэтому вот так крышечкой закрыла здесь у нас выбираем табло выбираем пар вот пар есть пар большой есть пар маленький мы выберем пар большой чтобы уж парила хорошо я оставлю 20 минут потому что в принципе все у нас полная закладка сделаю 20 минут чтобы точно наверняка это все сварилась сейчас это все будет вариться потом мы все это дело блендер нем добавим сольки перчиком сливочного сыра я добавляю и увидите результат какой-то будет супчик супчик реально вкусный я варила это делается быстро ну 20 минут я поставила сейчас это у меня здесь точно две портойки выйдет а на одну портойку 10-15 минут вот за глаза просто вчера вот я варила себе на обед это все так очень быстро и очень вкусно ждем сейчас я покажу ой-ой-ой вот она так парит так она парит вот это вот за 6 минут там стекает сок вот с этих овощей ну и водичка конечно стекает вот она у нас будет выступать в роли бульончик а вот три этажа так вот у нас сейчас будет скоро все готово супчик сварился варился 20 минут заметила я что воды тут я наливала по максимуму и воды конкретно хватило на 20 минут то есть вот издал звуковой сигнал такой писк что вода закончилась а потом был писк что варка прекратилась вот у нас все здесь варилась вот в этих паровар очках все сварилась абсолютно все сварилась все эти паровар очки продукты были заморожены наша основная задача это сварить картофель потому что картофель картофель вот прям вообще наимягчайший просто наимягчайший все сварилась здесь получился как ну водичка бульончик с этого с этих овощей со всех я ее сейчас пока солью потому что кто его знает друг жидковато получится я пока вот сюда солью видите прям вот овощную бульончик отсюда я его солью вот полная миска так фиксируем в чашу где мы будем это все дело блендерить мы наши отварные на пару овощи закладываем ой так все это мы сделали теперь мы закрываем крышечкой можно сразу вот в эту водичку что получилось выбираем измельчение измельчаем теперь видим что естественно у нас водички не хватает так вот вылим водичку вылила не всю бульончик не вот пожалуйста если надо пожиже значит бульончик весь выливаем если погуще то не весь сейчас посмотрим как это будет он сам останавливается мы видим а что продукты упали равномерно разместились здесь два взбивания честно говоря сильно разницы не поняла написано на четырех ножах как бы тут посильнее взбивает все пока отключаем но он прям такой густенький у нас получился сейчас мы перчик сольки немного так чуть-чуть буквально и сразу же я туда закладываю сыр вы можете сделать сливочки я люблю очень сыр именно сливочный сыр очень мне нравится я закладываю и можно чуть-чуть пожиже поэтому я еще долью бульончик и скорее всего вылью его весь вот вылила ведь еще раз закрываем и сейчас мы уже сыром взбиваем все я думаю что достаточно выключаем очень очень прекрасно взбилось сейчас я покажу как это прекрасно все взбилось насколько это прям такая гумагенизированная масса хорошо взбитая она ровненькая сейчас покажу что может это не очень красивая вот прям видно да внешне может не очень красиво но это реально вкусно поверьте мне мы сварили с вами супчик сейчас я объем специально измерю как то есть насколько вот на одну порцию стопроцентно так вот здесь вот 250 миллилитров миллиграмм как правильно и здесь сейчас посмотрим сколько здесь получается 276 грамм то есть 250 и 276 грамм вот получается на две таких порции мы вполне можем сделать супчик вот в такой малышке можно использовать туда бекон сухарики мы сделаем буквально чуть-чуть сделаем паприки копченой сделаем чуть-чуть копченой паприки вот так красиво сделаем сюда тоже можно и можно чуть полить оливковым маслом пошел запах копченой паприки всем приятного аппетита вот такая малышка у нас отлично справилась таким супчиком всем пока пока и до новых встреч всем здоровья удачи счастья берегите себя а ты